Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня очень важное видео. Заживление костей после переломов. Как ускорить заживление костной ткани при переломах. Что мешает сращиванию костей. Правильное питание при переломах. И что нужно знать, и как нужно действовать. При переломах костей всегда повреждается и надкосница, питающая костную ткань. Разрываются сосуды, кровеносные, лимфатические, а также нервы. Если есть обломки, тем хуже и сложнее их соединить к хирургу. А скорость восстановления больного, правильное и быстрое сращивание костей, напрямую зависит от мастерства хирурга при операции, от качества фиксирования собранных костей или их обломков, от резерва организма больного и достатка питательных веществ для сращивания этих костей, а также от других факторов. А теперь подробнее. В процессе операции или иных манипуляций необходимо идеальное совмещение костей или обломков костей между собой, и хирург должен правильно зафиксировать их для полной неподвижности зоны повреждения. Главное, чтобы не двигались обломки, места стыков костей, так как неправильная и неполная фиксация препятствует окостенению сращиванию костей. Также очень важно, чтобы в процессе фиксации был полный и плотный контакт между переломанными костями, как уже говорил, без их смещений, включая ровную стыковку надкосницы. Иными словами, главное точно и плотно совместить и зафиксировать кости и их обломки. А врач-терапевт и хирург решают при понимании вида перелома и нюансах перелома, какой тип фиксации выбрать. Но правильное решение зависит от профессионализма и небезразличия к больному данного врача. На срок срастания костей влияют особенности метаболизма, характер и место перелома, качество операции и фиксирование костей. Отсутствие дисбактериозов, сибра, синдрома дырявого кишечника у больного и, конечно, его правильное и адекватное питание. Ну и, конечно же, достаток питательных веществ из данной пищи для срастания и регенерации костной ткани. Сроки срастания длятся от 2 до 5 месяцев, и это относительно нормально. У детей, конечно, гораздо быстрее, как и у здоровых людей, как и у молодых людей. А лучше срастается костная ткань при меньшей нагрузке на эти места перелома в тот период, пока идёт срастание. Сейчас я скажу, как быть, если YouTube всё-таки закроют, слухи такие ходят, и, может быть, это быть в любой момент, в любой день. Тогда как меня найти, как найти мои видео, какую-то иную от меня информацию? Во-первых, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Вот он. И по ссылке, конечно, здесь под видео, нажмёте «Ещё», откроются ссылки, там будет и телеграм. И вот, послушайте, что ещё. «Дзен Яндекс». Так вот, там будут видео. Так же, как в YouTube, там практически, ну, естественно, по-другому, непривычно ещё, может быть. Третий вариант. Возможно, мы будем публиковать видео на Рутубе. Может быть, будем даже дублировать все видео уже туда. Так что и там, на мой канал в Рутубе, подпишитесь. Ну и на всякий случай в группу ВКонтакте вступите. Она, конечно, дублировать будет то, что будет в Телеграме. Тем более, в Телеграме, ну, проще. Также помните, что у меня есть мой главный сайт, youfrolov.blog. Там будут и статьи, и так далее. Второе. У нас есть наш сайт, главный по продуктам, nadgard.ru. Его не забывайте. Любые товары, продукты там покупаете. Будем надеяться, что YouTube всё-таки не заблокирует. А что же мешает срастанию костей, и что влияет на скорость заживления? Во-первых, если есть у больного остеопороз. Он, конечно же, мешает. Надо категорически исключить из рациона своего питания все молочные продукты, содержащие молочный белок казин. Это сыр, творог и цельное молоко. Жирные молочные продукты, такие как сливочное масло или топлёное, не играют роли. Смотрите непременно мою лекцию, главную, хотя бы вот эту, про молоко и молочный продукт. Во вторую очередь влияет, конечно, возраст больного и его состояние здоровья. Отдельно надо выделить сахарный диабет и преддиабетозное состояние. Акцентировать необходимо то, что если у человека есть инсулинная резистентность или высокий сахар, или высокий инсулин в крови, то тогда заживление идёт гораздо медленнее и хуже. Смотрите непременно вот это моё видео «Инсулинорезистентность». Влияет на срастание костей, конечно, и показатель гормонального фона, особенно после менопаузы у женщин. Гормональные сбои и отклонения. Конечно же, влияет применение любой химиотерапии, антибиотиков. Всё это ухудшает срастание костей, как и вообще в целом разрушает иммунитет и ухудшается тем самым регенерация. Влияют, конечно же, стрессы. Они ухудшают заживление. Непременно и одним из главных факторов плохого срастания является дефицит, недостаток многих минералов, витаминов и других нутриентов, так нужных для костей. Это одна из главных причин. А при их фактическом достатке из пищи, но недостатке для обменных процессов, у вас, скорее всего, очень низкий КПД усвоения питательных веществ. А это, как правило, происходит от различных состояний дисбактериоза, синдрома дырявого раздражённого кишечника и так далее. Смотрите эти мои видео непременно. Тогда вы поймёте эти очень важные закономерности. Хотя и сам дефицит минералов наблюдается во всех продуктах питания в наши дни по причинам вполне объективным, которые я указываю в моём видео «Лес и почва». Я очень рекомендую вам его потом посмотреть, чтобы понимать эту одну из главных проблем современности. Какое же должно быть питание при переломах и другие нюансы? Для лучшего и скорого заживления костной ткани необходимо как можно больше есть зелени и долго жевать и саму зелень, да и вообще любую пищу до жидкого состояния и только тогда проглатывать. Необходимо убрать химическую еду, еду с консервантами, красителями и прочей химической гадостью. Обязательно уберите закисляющую еду от кофе и газировок до мяса. Всё, что содержит большое количество азота и азотистых соединений. Кислая среда требует для восстановления кислотно-щелочного баланса Обязательно различные щелочи и главные минералы, такие как магний, кальций, натрий, как раз и расходуются в больших количествах при закислении организма. Из питья используйте только воду, лучше, конечно, воду водородную, живую, качественную воду, воду шунгитовую. Можно, конечно, пить овощные соки по норману океру. Необходимо убрать животные белки. Они являются закисляющими организм продуктами, на которые требуется большое количество щелочных минералов, которые у вас и так, вероятно, в дефиците. Необходимо добавить растительные, низкомолекулярные белки. Можно использовать конопляный протеин, а лучше всего вот этот 4 в 1. Я очень рекомендую применять хлорофилл. Например, вот этот, жидкий и концентрированный. Применяйте вот эти водоросли натуральные, хлореллу, спирулину, только органические, дикие, а не лабораторно полученные. Я советую посмотреть мою лекцию дисбактериоз первую половину и выписать, каким образом лучше применять вот этот минеральный, натуральный комплекс, где минералы в органической, доступной биологически активной форме. Ссылочка на эту лекцию также будет под этим видео. Я советую проращивать семена амаранта до 6-7 дня прорастания и потреблять по 1-1,5 столовых ложки 2 раза в день после еды, долго-долго разжевывая до жидкого состояния. И только тогда проглатывать. Принимайте обязательно, дорогие товарищи, семена брокколи. Это кладость полезных нутриентов. Нужно проращивать до состояния микрозелени, состригать вершки и потреблять так, как я указываю это в своем видео, брокколи. Посмотрите его непременно. Обязательно принимайте во время еды следующие, можно аптечные, выберите хорошую качественную фирму, препараты, которые необходимы для регенерации костной ткани. Во-первых, это витамин D3 в чистом виде. Потреблять его необходимо 10 000 МЕ, то есть международных единиц, в сутки, не меньше. Обязательно это видео мое посмотрите. Уникальная композиция ингредиентов, входящих в состав продукта 4 в 1. Жидкое золото, обогащенное натуральным витамином К2 и D3, обеспечивает самую высокую усвояемость из всего возможного, так как это совершенно природные биологические витамины, именно такие, которые и могут полноценно, абсолютно усвоиться нашим организмам. Особенно эти витамины жизненно нужны для людей старше 30 лет. Следующий по значимости, а может быть даже и на первом месте, это витамин К2. Ведь именно он, кто не знал, сообщаю, проводит кальций в кость. Не витамин D3, а именно витамин К2. Но их взаимосвязь очень важна. Посмотрите, вот это мое видео, витамин К1, К2, D3, для понимания этого вопроса. Обязательно принимайте дополнительно цинк и йод. Но йод можно получить из того же фукуса, из водорослей нори. А цинк я советую принимать дополнительно в виде мономинерала. Применяйте обязательно витамин С, только обязательно в органической форме, а не в виде всяких аскорбинок и прочей химии. Самый лучший здесь вариант это фирма Dualife. Аналогов этому препарату нет в мире. Эта фирма первая смогла получить концентрированный в органической форме, полученный из растительного сырья, витамин С в жидком виде. В самой легкоусвояемой биодоступной форме. Ссылочка на него будет под этим видео. Запомните, кальция основного элемента для построения кости. Много в зелени и овощах, ешьте их больше. Но не в меньшей степени для костей необходим кремний. Единственный простой вариант получить его в наши дни, Это кремний из древних диатомитовых водорослей. Препарат называется Диатомит. Ссылочка на него будет в описании. Для вашего удобства я составлю идеальный набор, который дам по ссылочке вам под этим видео. Знаете также и то, что кальций без магния полноценно не усвоится. Все, что зеленого цвета на вид, содержит в себе и хлорофилл, и кальций, и много магния. Это вся наша зелень. Укроп, петрушка, любисток. И, конечно же, очень важно включить в рацион питания молодые листья, тем более по сезону. Дикоросов, таких как одуванчик, подорожник, сныть, крапива. Молодые листья и сок из корней лопуха. Если не сезон, если у вас нет времени, желания, если вы не успели заготовить или лень собирать, то знайте, что у нас есть такие заготовки. Это вакуумные сушки, порошки, которые практически не теряют ценность питательную. Под видео будут ссылки. Кто захочет, тот сможет выбрать для себя удобный, лучший для вас вариант. Дорогие товарищи, обязательно исключите сахара. Более того, все сладкое на вкус сахара и глюкозы, и другие сахара, мешают регенерации, в том числе и костной ткани, и всех других тканей. Сахара нарушают обменные процессы. Непременно посмотрите мою лекцию «Инсулино-резистентность». Почему у вас тяга к сладкому и хлорофиллу? Даже ягоды на эти 3-4 месяца. Все сладкое на вкус, даже натуральные сахара. Уберите из своего рациона питания. А вот жиры, напротив, увеличьте в своем рационе, чтобы вам не хотелось есть и перекусывать. Смотрите мое видео «Калории», и оно вам поможет. Также посмотрите мое видео «Почему нельзя есть после 16.00». Не допускайте несовместимой пищи. Не допускайте вздути дисбактериозов Сибра. Мое видео «Раздельное питание» вам в том поможет. Препарат, концентрат, полученный из хвоепихты, Т8-экстра, либо Витофит, очень желательно применять. Это великолепные средства для регенерации костной ткани. Ссылочки также будут даны под этим видео. Эти и многие другие уникальные товары вы можете приобрести у нас на сайте надгар.ру. Мы отправляем в любые города и регионы не только нашей страны, но и мира. Зайдите на наш сайт и посмотрите раздел «Доставка и оплата». Ну и, кстати, рекомендую наш раздел «Отзывы». Ну а теперь мои советы по материалам, которые я вам рекомендую изучить. Они вам непременно помогут полностью разобраться в данной теме и уже знать, а не верить. Понимать все самим, как устроен организм, что, зачем и почему. То есть, понимать все причинно-следственные связи. Ну что ж, вот эти видео. Ощелачивание или закисление. Что же верно? Кетопитание. Правильное кетопитание. Почему после 16.00 нельзя есть? Раздельное питание. Интервальное голодание и питание. Калории. Дисбактериоз. Синдром дырявого кишечника. Хлорофилл. Витамин D3. Витамин К2. Цинк. Йод. И, конечно же, те видео, которые я сейчас не назвал, но о которых я говорил уже выше. А теперь вот они для повтора на ваших экранах. Собственно, по данным видео, которое вы сейчас еще смотрите, будут даны все ссылочки на все эти видео. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. На этом на сегодня все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok